Возможности для всестороннего развития. Запись в различные кружки и секции сейчас активно идет в Вологде. Планируется, что всего в этом году в системе дополнительного образования будут обучаться свыше 28 тысяч юных вологжан, в том числе и в школах и детских садах, которые сейчас активно получают лицензии. О новых возможностях расскажет Юлия Савинцева. Восьмилетний Никита на фортепиано играет всего три года, но уже лауреат многих городских и областных конкурсов. Заниматься музыкой решил сам и мечтает освоить еще несколько инструментов. Сначала я хотел на гитару, но мама сказала, что на гитару было с девяти лет, и я решил, что сначала пойду на фортепиано. Отделение фортепиано – самое многочисленное в школе, но есть и народное, оркестровое, хоровое, сольное пение. Появляются и новые направления работы, на которые также много желающих. В этом году у нас очень много детей на синтезатор пришло, на гитару. Также очень хорошо дети идут на подготовительное отделение и с трех лет. Если в том году у нас было 90 человек, то сейчас уже 130. Всего здесь более 800 учеников от трех лет и старше. И это не предел. Набор в школу продолжается до 20 сентября, как и во многие другие муниципальные учреждения дополнительного образования. Всего их в Вологде 22 – спортивные, музыкальные, танцевальные, творческие. И система доп. образования расширяется за счет кружков и секций на базе школ и детских садов. Они сейчас получают лицензии на эту деятельность. Детский сад номер три в числе первых. У нас различные направления реализуются. В основном кружков очень много художественно-эстетической направленности. Это и рисование, это оригами, вокальный кружок, танцевальный кружок. Есть кружки социальной направленности – это кружок английского языка. И в этом году мы планируем начать работу кружка с использованием тренажеров. Специальный зал уже оборудован, а педагог проходит обучение. Уже с 15 сентября начнутся первые занятия. Лицензии на дополнительное образование сейчас имеют около 90 школ и детских садов. Остальные – в процессе. Это удобно для родителей и дает возможность развиваться еще большему количеству детей. У нас стоит задача, что все школы, все детские садики, учреждения культуры – они получают лицензию на образовательную деятельность. Эта лицензия позволит в первую очередь решить проблему. Если родители пожелают, то часть денег, если они на платной основе, их возмещают через налоговую, поскольку это образовательная услуга, они могут вернуть часть денег в виде налогов. Во-вторых, это говорит о том, что они будут более жестким контролем. Всего по городу кружки и секции посещают свыше 28 тысяч юных волокжан. Но стоит задача эту цифру увеличить, чтобы возможность всесторонне развиваться была у каждого ребенка. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.